Всем здорово! Так, что там у нас? Вот, раз ты, января. Вот она моя малая. Это моя сестра, Кстас, смотри. Поехали. На мгновение мне показалось... Короче, что там было в прошлой части? Когда концерт в Тинни Банни. Никогда. Спасибо большое. В прошлой части к нам приходил мент. Ну, короче, Семенова украли там что-то такое. Алиса в прошлой части не видел. Это было очень грустно. Это обидно. Потому что я скучаю по Алисе. А Алиса еще будет? Подскажите, пожалуйста. Если Алиса больше не будет, то игра ходит. Да? Все отлично. Ха-ха-ха, бля. Поехали. Сейчас мы дома, и Оля что-то хочет нам сказать. На мгновение мне показалось, что светозлучаемый Олей все эти годы стал слабее, и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкладывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто забыл. А, я просто... Я как хуесос ее не слушал, я вспомнил. Я же ее не слушал. А она что-то мне рассказывала, а мне было похуй. Взгляд заметался по комнате, как загнанный ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, в силе сойти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Ха, давай! Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее забрудных глазах. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А давай ты будешь играть, а я смотреть. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. Вот это дело, блядь, чисто из окна. В ковбоев или уток? Хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Это была раньше такая игра, когда ты по приставке в телек стреляешь из пистолета и ебашешь по уткам. Падди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Коля прыснулся со смехом. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я все видел. Я сейчас знаешь, какая меткая? Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Слушай, Оля, пока ты там из пистолета по уткам стреляешь, я там за лисичкой гоняюсь. Такое делаю, блядь. Тебе еще жить и жить, чтобы узнать, что это такое. Давай по этому тоже. Не пизди. Давай с на ствол. Так, она ушла. Открыть. Я спрятал печатку Семена в ящик письменного стола. Хотя сам до конца я так и не понял, поступил ли я правил, украв эволюционера важную улику. Наконец я перебрался в комнату сестры. Надеюсь, сама нас выебит, пока мы играем. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питание, начала вслепую шарить по задней стенке фотона. Явно пытаюсь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. ТААААК? А вот так? Отрывки из телепередачи, маячили на ламповом экране. За меня. Пока Оля листала до канала, где ловила заветное Дэнди. Кануне событий. Россия переживает. Кануне событий. Дэнди. Дэнди. Дэнди, игровая приставка, спецназ, рука бывшего СССР, официальный аппарат и клон консоли третьего поколения Фобикон Элинаст. И после компании Нинтендор. Фобикон Элинаст никогда официальный продавался в России 90-го этого китайского делка Дэнди, которая была широко спасена по доступности, снискала больше популялась. Что дома интересного происходило? Чё? Блядь. Вопрос был обывательским, а я даже не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой целой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? О, щель. Сестренка вставила кабель на место и, вытащив из пазочеканую ручонку, стала неуклюже оттрахивать пыль. Она явно искала все силы, чтобы начать разговор. Мама! Она замолчала и на секунду показала, что на её глазах выставили слёзы. А чё с мамой? У неё опять был этот страшный. Кто, блядь? Оля взглянула на меня мокрыми глазёнками блюдцами. Приступ. Приступ? Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, маминой приступе пугающе участились. Папа принёс большую рыбу. Она в газету была завёрнута и пахла так. Бах. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Оля поёжила с опаской. Илья Ку я хотел спросить, помнишь, это меня? Просто я тебе за декабрь, январь и ноябрь задонатил более 50 тысяч рублей. Адак, конечно, помню, конечно. Лид Кику удачно снимаю. Тут не долго просто кинуть в донат и уйти. Спасибо. И всё. Спасибо большое. Конечно, помню, конечно же. Конечно, спасибо, родной. Спасибо, Мэтт. Спасибо. Конечно, помню, ещё бы. Спасибо. Оля поёжилась с опаской, выглянув в окно. Они начали громко ругаться. Я замер, представляя, как сестрёнка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проёма. А что случилось-то, блядь? Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту её не замечали. Потом мама ударила. Вот так. Оля едва дёрнула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу. А, блядь, я подумал, она отца уебала, я охуел сейчас. Она была живая тоже. Чей, было больно. А, мама, мама. Мне было легко представить, что было дальше. Издевающаяся рыба с вот этого жабры клинков, брызнула зловоной слизи на вами на лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбила автобусы, макрофт размазывалась по-добовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыплёнку, мама всегда впадала в страны пугающей... Ты ногу голову проходишь. Иди нахуй, Илюха, блядь! Ну, я не знаю, я просто прохожу то, что не прошёл в прошлый раз. Спасибо, Илья. Мама всегда впадала в страны пугающей до дрожи приступ. Её глаза закатывались, она падала на взничь, как спиленное дерево. И извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплёвывая обрывки пугающих фраз. А папа, он ей помог? И хватило забил из них. Поля вздрогнула, как будто воспоминания ранили её. Да, но вначале он засмеялся тоже. Так страшно, как-то увидел, что маме плохо. Ебать, у них семья больная вообще, нахуй на голову. А потом вдруг заплакал. Ебанутая семья, блядь. От услышанного у меня дёрнулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшая мамой перебросилась у нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оли, заключив её в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь. Я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так не делаются? Привет, ты помнишь? Меня я вчера тебе задонатил 50 миллионов рублей. Черчилль, блядь! Заебали жисов на дону, нахуй! Они сумасшедшие! Мне кажется, да. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли. Всё, что я мог, так это покрепче обнять Олю. А потом! Ой, сейчас будет скример. Блядь, я ногой уебался, конченая хуйня, блядь. Пизда, вид видный, блядь, иди нахуй. Ай, блядь, я так ногой ударился, сухая. Оля в ужасе скрикнула и спряталась за меня. Переключи, переключи, скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, всё время реагировала одинаково. Как и при виде совы. Фух. У меня в основном выступали мурашки при появлении этого призрачного леса. Поэтому я моментально исполнил пожелания сестры. Вид видный. Логотип телекомпании, представляющей керамическую голову древнегитайского философа Голь Саня. С трёх лапа, жаба на голове. Символ ужаса детей России 90. Играть. Ебать. Некрестно, на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. Достатно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одного и той же игры. Я подобрал в серию прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном аг-образии знакомые английские слова про утиную охоту. Дак Хант. Фоновая музыка подействовала на волю умиротворяющей, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Ой, ты бы знала. У меня две девки, у меня две девушки. Я там парню пизды дал, я у полицейского спиздил кольцо. Короче, всё нормально. Да вот, завёл пару друзей. Нормально. Ого, целых двух. Везёт. Привет, Илья, помнишь меня? Я задонатил тебе сегодня 189 рублей. Помню, да, это было 5 секунд назад, блядь, помню. А ты, говоришь, лисичку увидела? Реально? Ага, её зовут Алиса. Ха-ха-ха, так это ж моя подруга, блядь. Реально. Меня резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала. Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А ещё говорила, что спасла тебя. Да-да, это моя девка. Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, а затем таинственный шепоток из чащи. Как улепётал, побитый Семён, и как склонялся надо мной, заслоняяя луну, рогатый великан. Я не блан. Всё это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы. Крысы. Словно она следила за мной из-за кривых столов деревьев, застывшей улыбкой на рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. А ещё она что-нибудь говорила? Она говорила, что хуесосы, которые пишут в чат, что мне надо будет делать, у тех матери шлюхи. Она так сказала. Да, Алиса так говорила, реально. Те, кто спойлеры, это те, кто пишут, что меня надо делать, они дети шлюх. Реально, Алиса так сказала. Это правда. Нет. В смысле нет? Да. Привет, помнишь меня? Мама, так быстро вернулась. Я её хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Спасибо. Ты её не боишься? Кого, маму? Да, маму, я вообще не боюсь. Я её так чисто, я её ставлю в угол. А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Да, и это моя Алиса. Это моя девушка, с которой... Привет, Илья, помнишь, я тебе вчера подарила... Да иди нахуй, блядь! Спасибо, Черчилль. Не то, что сова. Спасибо большое. Спасибо огромное 189. Сова. Я вставил световое пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Чуря первая! И потом в сестру целится? Плеер 1, get ready. Кто первый играет? Раунд 1. Кто играет? А, она? Стреляй! В смысле, всё? Я могу выключить игру. Да, сука, ебаная! Да, блядь! Чё? Безископ! Блядь, какая конченная игра, блядь! А чё мы-то с ней не будут стрелять? Блядь! Я понял, да. Ну-ка, от винта! Ты пошла нахуй. ДАВАЙДАВАЙ НА БЛЯТ СОСАЙ ДА БЛЯТСКИ РОТУ ЗАТКНИС НА НАХОЙ ДА БЛЯТЬ КТО НА НОВЕНЬКОВА Я НЕ ХОЧУ БЛЯТЬ, МНЕ НЕ НРАВИСЯ ОТ ИГРА БЛЯТЬ ИДИ НАХОЙ ТЫ ЧО ЕБАНУТА О, ДИХУЯ ПОБЕДА ПОБЕДА ПРИВЕТ ИЛЬЯ, ПОМНИШЬ Я ТЕБЕ ВЧЕРА ПОДАРИЛ СЕСТРУ? ДА БЛЯТЬ НЕ ПОМНЮ ДА ВСЕ ВСЕ ПРИВЕТ МОЯ ПОДРУГА НАРИСОВАЛА ТЕБЯ И ДАНЮ КОШИНО ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО ПОСМОТРИ ПОДАЖДИ ПЛЯТЬ ДА БЛЯТЬ ДА БЛЯТЬ УМИРАЕТ ЗАЙЧИК МОЙ ТЫ ПРИГРАЛ ТОРОША ЗАТКНИСЬ БЛЯТЬ НОРМАЛЬНО Я СТРЕЛЯЛ ЧО ТЫ БЛЯТЬ ЁБАНЫЙ В РОТ БЛЯТЬ ПАССИ БОЛЬШОЕ ПАСИБО АЛЕССИЧЕK МОНЮТСЕЙЕР ДАЫ ПОСМОРЮ ТВОЙ АрТИК Я ПРОСВТСТРЕЛЯЛ ЭТТОТ МОМЕНТ ПОМЕНТЕЛЯЛСЯ По батареям ОСТУЖДАЮ БЛЯТь Артик красивый cargaми Артик охуеный Все сразу свои Артики покидали мне АА там одни арты Тут одни арты в здании кашлем Тут один арт со мной всего лишь, охуеть И то я так, как этот, как прибавок Там микроскопический стою Ну ладно, спасибо, спасибо Мне все равно приятно Спасибо Ты проиграл, Тоша, я в курсе Пиздец Антон? Антон? Мама докричалась до меня только с третьего раза Антон, тебя к телефону Кто? Девушка какая-то Алиса? А, это Полина, я же ей номер оставил Блядь Моментально протрезев, я метнулся в коридор Не споткнись, смотри Я схватил трубку, прижал к груди Могознительно глядя на маму Она лишь пожаловала плечами и удалилась в комнату На ходу собирая разбросанные Оле игрушки Алло? У твоей мамы такой молодой голос Ха-ха-ха Да Это моя мама А, ну да, она сама молодая Вот тебя надонатили за этот стрим, блядь Да хуя денег, сходи, блядь, в тир, сходи, нахуй Я не ебу, блядь, что сделай Ну научись стрелять, сука, такой позор, блядь Да, блядь, я, во-первых, там непонятно, как они летают Во-вторых, я в шутер и плохо играю, блядь Все, короче, не пизди Мне не надо стрелять Спасибо Мешаешь? Мешаешь? Мне тут вообще-то, блядь, стрельба Нет, что-то Сука Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор И чем я рискую, просто отвечаю на этот звонок МТС Тариф безлимит еще У меня очень дорогие звонки в межгороде А в одном городе так еще дороже На тупочке лежали карандаш и потрепанный блокнот Я ебал тебя в рот Блядь, а какая жизнь? У меня мать постоянно рисует ромашки, короче Ну-ка, по крайней мере, раньше Когда разговаривала по телефону, она постоянно рисовала какие-то цветочки, блядь Какую-то хуйню Пока разговаривала по телефону Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге Рисую хаотичные завитки, так и норовяющие соединиться в дурацкие сердечки Я прочла твои ответы И чё? А тебе действительно Кармен нравится? Я не знаю, чё это Мне, если по правде, русский рок больше нравится А как же русский рэп? Но я почему-то постеснялся это написать Говнарь А хочешь, Антоша, и я честный буду Ес Конечно Карандаш вывел женский профиль, глаз и длинные ресницы Полина сказала фолошопа Привет, Илья, помнишь, ковце Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал Мне здесь ужасно тоскливо Где здесь? Дома? В поселке Здесь никогда и ничего не происходит А если происходит, то всякая гадость И дело даже не в пропавших детях Здесь музыки мало А знаешь, где, знаешь, где музыки много, Полина? Знаешь, где музыки много, Полиночка, солнышка? Музыки много В сообществе MZLF ВКонтакте Там есть охуенный альбом, который я выпустил месяц назад Прекраснейший С которым я дал два прекрасных, потрясающих концерта Поэтому заходите, ребята Можете на любой площадке найти музло мою Просто введя MZLF И слушать мой альбом И слушая остальные треки Вот так вот Ну у тебя же кассеты есть Сейчас уже никто не пользуется кассетами, дружочек Сейчас интернет Я не про записи Я про... Ну... Голос этого места Он... Не мелодичный Все шуршит, как патефон на игла Крепит Воито из редка Все, Полина, где нахуй? Тут неуютно Тесно очень Полин, давай, может... Не знаю, как объяснить тебе Крифель набросал дом, окруженный высокими деревьями Кажется, я от тебя понимаю Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу Я хочу быть заточенным в Алисе Давайте как-нибудь быстренько распетляем уже и это... Где она? Вот и я... Я очень люблю дедушку И бросить его боюсь Но порой так хочется убежать Далеко-далеко В лес, подумал я отчужденным Малю и хвойные лапы Музлух у меня Забанешь меня Пошел нахуй, да? Забаню, заткнись Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть И в... Шерсть это вот Черчилль, который даватит Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть И ветви закрыли от посторонних глаз Я когда... Блядь! Я когда рисую, будто путешествую, сказал я У меня так же со скрипкой Убегаю по смычку в небо Я осознал, что рисую нож-бабочку И зачеркнул Воспоминания о Ромке испортили настроение Сказать ей? Предупредить, что он замыслил? Сорвать его планы, охмурить Полину? Как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями И кем бы я стал при дафах? Ну честно, мне Полина вообще нахуй не надо Если честно, мне Полина нахуй не нужна Я не хочу, типа Полина, конечно, заебись, но мне Полину нахуй не надо Но типа мне нужна Алиса Полина это... Полина это все очень здорово Но мне ее нахуй не надо, если честно Привет, Мазелыч Поздравь с днем рождения Алину Трандышеву От себя Илюхи и Егора Алину Трандышеву, за рождение Поздравляю, счастья, радостью желаю От себя Илюхи и Егора Поздравляем ее Алина, поздравляем Я за Ромку Полина шлюха Да, порой Ромка вел себя ужасно Был не справедлив к другим и помыкал слабыми Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово Разве не о друзьях и мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь они и были так же чудовищны Как вид на древней лесе из моего окна Я сдвинул очки на лоб, потирая глаза Не надо взрослеть Я когда в универе учился, я думал Блядь, поскорее... Не, когда в школе учился, я думал Поскорее бы в универ, бля, я буду студент Потом в универе думал Бля, нахуй мне этот ебаный универ Сейчас, блядь, универ кончился И мне все нравится Стримить кайфово, стримить прикольно Но я думаю Блядь, какая же... Ну, типа, реально, жизнь это сосня полная Ну, типа, по факту же Типа, жизнь, она прекрасна моментами Но именно рутина это вообще сосня При том, что у меня рутины-то по факту нет Я, типа, стример У меня, как бы, вообще, казалось бы Все вообще должно быть в шоколаде, в малине Вот, но при этом всем Типа, даже у меня какие-то, вот, ну Постоянно размышления и все остальное Так что да, блядь Все не так, все не так прикольно, как казалось бы Привет Жду, когда выйдет 4 глава Чтобы там можно было трахнуть Алису Те, кто спойлерят, те тупые сыновья шлюх Все правильно Все понятно, педофил, гей, любишь маленького мальчика Блядь, иди нахуй, ёбаный в рот Черчилль, ты ебанутый, блядь, отъебись Хватит, осуждаю, блядь Не давая ответить, раздался дверной звонок Мой блуждающий взгляд, кнулся в дверь Это Ромка с Башей, пришли репетировать А я должна помочь ему вести девочку, которая мне нравится Она мне не нравится Полин, подожди минутку Сделав пару шагов, я пришелся к дверному полотну Блядь, что будет скример А, нет, не будет Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцой В замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта Явились, не запылились Подождите, я сейчас! Вновшись с телефона, я поднял трубку Мне надо бежать Мне тоже Давай Спасибо, что выслушал Да не за что, все, больше не звони мне, забудь мой номер Бутки завагрировали в ухо Блядь, только хотел начать Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу Мама увлеченная сериалами не заметила трель Лё, спор Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку А затем выскользнул в темноту зимнего вечера Ветер защипал щеки Я поморгал, привыкая к сумеркам От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои А где-то в поле трещал мороз Впереди у калитки маячили две тени Лишь рост позволял распознать них моих одноклассников Я направился к забору, слушая его ветра В ушах и монотонный скрип под подошвами Не понял, блядь Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к Чищобе Будто конькобежец по льду Не понял, а нахуя они уходят, блядь, что за бред? Я замедлил ушах и коснулся очков Четно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка В животе закупошилась проснувшаяся змея Стало тошно Я подумал о доме, на хлипкой крепости позади Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже И непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках И еще Селенья хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клуба пару у темных сосен Такой влюбленный и задумчивый Чей у тебя за фетиш на лис Я, кстати, рыжая как лиса И еще есть лисий хвостик Правда, непростой ноль Но у меня про твои эти, про твои анальные пробки мне неинтересно слушать Спасибо тебе большое, конечно Я это запомню Но у меня твои анальные пробки слушать неинтересно, спасибо Да иду, иду Какой-то наебалово, блядь Я глубоко вдохнул и пошел пинаю сугробы Гаша замер лицом к тайге Блядь, наебалово по-любому, нахуй На него было рукой подать Я зачем-то положил изяпшую кисть ему на плечо Наверное, убедиться, что это все не сон Привет, Уй Поздравь, пожалуйста, Владимира Пащенко с ДР Это сова у меня просит? Это сова такая, блядь Чисто оборачивается Поздравь, пожалуйста, Владимира Пащенко с ДР, блядь Владимир Пащенко, с днем рождения В мою сторону торчал острый клюв Со всех сторон усеянный мухнатыми перьями Из которых складывалась морда совы Нечто птичьей маски таращилось на меня До самых костичек Голос был точь-в-точь бяшен Но за перьями и картоном Таился некто иной Я рванул прочь, что они у меня стегнули на гайкой Существом маски лишь притворялось бяшей Чтоб выманить меня Я бежал там, где кто куда поешь дырку Долг впереди стремительно увеличился Желтый светок нам дарил надежду Там мама, сестра, спасение За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной Может потому что сова умеет летать? Я уже карабал себя по крыльцу Как вдруг краем глаз заметил еще одну фигуру Бля, да не надо, ребят Зерошный волчок попался из угольной тени дома Прекратив путь Он двигался дерганно, хаотично Снова препятствовал какой-то шуткий танец Сейчас, секунду КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо... Продолжение следует... 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 они фыркали и вздыхали явно утомившись от бега я дубу упала ты в снег провалился что за голосовые без звука вообще конченые блять тебя я не копал лень копать было это семён по голосу похоже ну как получается если дурак ты бегай докопай на семена похож по голосу а если умный подожди пока другие набегаются накопаются и устанут уж так дозвать и разговор как я ебанат дегенерат а не обращай внимание он со странностями я по что стою с открытым ртом с бессильно опущенными руками не знаю как реагировать на слова поздних гостей все-таки выдавал подобие улыбки сука я говорю меня на тебя выключен звук включи и прослушай блять урод пошел нахуй я не буду слушать твой донат блять иди в пизду у меня все включено иди нахуй у меня все включено они начали переглядываться кто даже фыркнул словно услышал шутку так ребята разойдитесь этого я девушка да да лесоправо это он нет это наш неужели нашли ножайчик да да похож ввесившийся от радости волчок начал махать частью костюма словно хвостом ну конечно ты первый это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал что за хуэта ребят здравствуй с нашей совушкой ты знаком не понаслышке не такая уж она и страшная правда а кто это да наверное кто это сова блять а этот улыбчивый бугай медвежутка ну это семён это алиса это волк блять ты лучше с ним по ласковее а то голову откусит зачем это да смотрю ты чувство юмора где-то обронил все еще сомневаюсь а кстати а сова же блять хотя сова пародировала и бяшу и олю хуй поймешь короче похуй все еще сомневаясь в благих намерениях причудливых зверя то спрятал руки за спину стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз алиса наигранно подбоченивалась как-то ухитрилась подбегнуть своей рыжей личиной когда в следующий раз придем будем звенеть в колокольчики чтобы ты не так боялся нашего визита у нас разве есть колокольчики чур я звенит не буду у меня лапка болит вот это наверное лап как раз которой ему сорвали кольцо моя улыбка стал настоящий не ожидала что сможем тебя рассмешить я думал это под силу только диснейленду откуда ты знаешь прочитала кое-где в полине нам этом про меня бля если это вдруг полина то это пиздец нахуй уже от как она могла прочитать это же у полина в тетради если алиса это есть полина тот пиздец ты умеешь читать по-человечески зря я что-ли в школу хожу день это дня так кто-то короче кто это может быть понтовая выебистая у нас катя но полина не такая у полина не похож характер остальных женщин мы не знаем ну бля если это катя то я удавлюсь это пиздец типа не ну катя нормас конечно ну блять и она кокетливо запела любите не замечать как мечты развенчать учиться в школе учиться в колледов Крепко-накрепко вломить С детства слабеньких чморить Учат в школе, учат в школе, учат в школе Прекрасно Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали Было в них что-то особенное И в этапушке, и в луне, и в снежинках Которые почему-то падали наоборот С земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленке Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновения Они хлопали дружески, трогали мою одежду Условно проверяли, что я настоящий В их прикосновениях не было звериной злости Лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка И я почему-то сказал про себя Им можно доверять Снежинки все планировали ввысь Никто тебя больше не обидит Драк Пусть только попробуют Писать, и Холька пихнула меня в плечо и рассмеялась Ну что, Тоша, убежишь с моплями, или с нами пойдешь? Я пойду только с тобой, Алиса, а этих я вообще не знаю Куда? На аттракционы! Давай! В эту секунду далекий звук флейта нарушила мачевую тишину тайги Можешь на секундочку запаузить? Да Ты знаешь, что сейчас на буха сделал? Нет, а что я буха сделал? На салф дошах и сейчас сидит этот лист Мухаджан на салф доширака ест это? Да Прямо сейчас на салф доширака ест это? Да Есть видео? Нет, спасибо Я увидел, как Кибер Степан пьет мочу Я чуть не блеванул здесь, без шуток Бля, ебать, есть люди больные, нахуй, я тебе так скажу Пиздец Бля, я хуй знает, guys, по-моему это какая-то нездоровая хуйня Муха, видимо, доел уже, блядь Бля, какой пиздец Они на лям играют им похуй Да, бля, guys, миллионы Вы понимаете, что миллионы это не такие большие деньги? Это не настолько большие деньги, чтобы терять человеческий облик, блядь Ну вы че, ебнулись? Это не настолько большие деньги, чтобы терять человеческий облик, блядь Это же пиздец, типа, ну Миллионы это не прям, чтобы ебануться Для стримеров, да даже не для стримеров Это не настолько, типа, большие бабки Типа терять, ну, блядь, человеческий облик ради миллиона, блядь Я хуй знает Не, ребят, если у вас тут Сидит какое-то количество людей Которые готовы попить санины за миллион Пожалуйста, идите участвуйте на играх Габара Но типа Хуй знает У меня всегда, блядь, своеобразный принцип был На подобную хуйню Типа я хуй знает Хотите, идите жрите санину, там, жрите говно за миллион Но это Вы как-то слишком дешево себя оцениваете, я вам так скажу Типа это просто пиздец За лям ты даже машину не купишь Можешь, конечно, купить какую-то Отстойную, то есть даже Не какую-то надежную машину Хуй знает, реально лучше лису ебать Ну, в игре, чем вот этой хуйней заниматься Ну, это мое имху, опять же Типа, ваше мнение, это ваше мнение И мне, в принципе, все равно У тебя на стриме мы бесплатно говно жрём Ну, в принципе, да Тоже верно Так, ладно Прекрасный и таинственный Он вызвал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья Если какие-то сомнения оставались, то песня Флейта развеяла их Я пошёл за новыми друзьями, прежде чем принял решение Вообще, это, кстати, очень такая сомнительная хуйня Что он просто, ну, идёт с ними Ну, блядь, они же могут ему просто в уши нассать И он пошёл с ними вместе, блядь, в лес Какая-то очень странная хуйня, хуй знает Очень странная Ноги сами переступали, а образованные соснами туннели раздвигались Кусты кланялись перед нашей процессией Всё это напоминало сон У неё же дома родители, ну, какая-то хуй знает, какая-то странная хуйня Ведь даже поляну, на которой мы выбрались, я видел во сне Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между тёмных крон Снежинки, взлетая, закручивались спиралью Луна окрашивала ветви в серебряный цвет Алиса зачарованно ахнула Трахнешь сабу за 189 рублей Нет! И это Алиса так ахнула, блядь Я разделял её восторг Затрав голову я смотрел вверх Волчок одобрительно зову Это мелочи Я покажу гораздо больше Конечно, да Ну всё, тогда пойдём, ребят Тогда пойдём Раз она мне покажет гораздо больше, тогда идём Всё нормально Если захочешь Хочу, конечно А я хотел Как сильно хотел увидеть то, что видел лисичка своими спрятанными в полутьме капюшон и глазами Теперь смущал не то, что дети носили маски А то, что без маски был я Точно голый на январском ветру Скажите А зачем вам маски? Я не боялся, хоть меня и трясло Дрожь была не от холода А от странного волнения В предвкушении чего-то невероятного А тебе зачем? Это тронулся до прохладной щеки Но я без маски Ха-ха-ха-ха-ха Обожаю человеческие сказки Человеческие ласки? Ха-ха-ха-да Человеческие дрязги Я же говорила Все жители поселка носят маски Только скрываются за ними Хоть нет не люди И даже я Нихонько понимает, что она говорит Ну типа я понял, что Бля, мне кажется, что это какая-то аллегория Типа, на самом деле На то, что у всех там А то, что все скрывают там какую-то хуйню в себе То есть что-то типа такого Мне кажется, что это какое-то, ну Что-то около этого Ну типа как я понял Ты такой рассеянный, Антон Однажды мы уже нашли твои очки И шапку И твое настоящее лицо Блядь, мне не нравится Это какая-то секта, блядь Я хочу сбежать Я видел маску, которую леса мне протягивала Ту самую маску зайчика Похожую на серебряный слиток в лунном свете И попытно стало Как изменить смирность и взглянуть сквозь прорези А можно они брать? Нельзя, да? Но вдруг, с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейтами Опустило озарение Очки, которые они нашли, были у Семена Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло Или хуже А куда подевался Семен? Что с ним стало? И с остальными детьми? Медвежонок и Сова переглянулись Волчок сжался комочком И лисичка чуть опустила острый носик маски Тот, кого держали в клетке Тот, кто режет мелко-мелко Тот, кто носит кожаное лицо Забрал их Он умел бы я креститься Или крестился бы Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он Человеком? Одно слово Взрослый В мире взрослых Так легко потеряться Ну это тот хуесос, скорее всего Которого Ну, мы менту спалили Убийцы Жестокие дрессировщики И равнодушные родители Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить Не знаю, как вам А мне печалиться совсем не хочется И я сегодня какой-то негрустный Антон А ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать Давай, Алис! Давай начнем с самой сладкой части программы Давай! Лисичка извлекла из кармана в горсть конфет и вручила по очереди всем детям Зашуршали фантики Тут же запахло ланасом, какао и дыней Последнюю конфету вафельную мою любимую Алиса вложила мне прямо в рот Язык обволокло пряностью Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой прибегали яркие искорки За мешков я проживал вафли и шоколад и проглотил их, наслаждаясь вкусом Спасибо Ля! Я кролик! Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски Я не заметил, как поднес ее к лицу От папье-маше исходило тепло Маска льнула кожей и приятно... Когда скинешь свой парт Сереге и пирату 18-го числа в студию поставлю и в течение 3-4 дней скину А папье-маше исходило тепло Маска льнула кожей и приятно пощипывала Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну И лежал в мурча от пенной воды Говорила же! Это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! И то верно Мелодия кружилась по поляне, как вихрь Не терпелось выпустить ту энергию Тот жар, который у меня наполняла чарующая музыка Бля, она реально летать умеет? Сова прыгнула и исчезла высоко вверху От головы раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырчая и отдуваясь И ты и так можешь! Попробуй! Я попробовал Чего, блядь? Ноги оттолкнулись от земли Хоть торрать, сука! Я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, видев своих друзей внизу Ветер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте Ура! Звезды казались яркими блесками, до которых можно дотянуться языком Слизнуть Я реально джампер, блядь У нас стало ближе А потом я полетел вниз И что мгновение испугался, что сломаю ноги Но подошвы твердо встали на снег С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Я так счастлива, наконец, обрести тебя! Зайчик! Алиса Смелюсь от восторга Я понял главное Эти четверо не причинят мне вреда А настоящие враги Я чувствовал, что это каждый шерстник из своей маски Те, кто далек от волшебства Люди из поселка Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое Услышал, как стоит под снегом сухая трава Увидел, что у деревьев и звезд есть лица Деревья ухмылялись, а звезды корчились в страхе Правильно бойтесь Я допрыгнул до вас и... Я щелкнул зубами Затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лисой Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе Я закружился Алиса закружилась так Я знал, что... Да заткнись, сука! Я знал, что она у... Я знал, что... Я знал, что она улыбается И улыбался сам Кстати, вы заметили, что появились краски До этого вся игра была черно-белая А Флейта все играла и играла у Насянас ввысь Ты че, опять в облаках витаешь? Опа Сука! Ну почему? Я уже... Спасибо большое за рейд Спасибо, ребята Блять, обломщик! С вами полетаешь, сонно Подумал я, отклеивая подбородок от парты Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство Все отчего-то вновь слонялись по классу Передавая друг другу записки и шушукались Их физиономии казались высушившими масками Блеклыми и скучными Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом А рядом смеялся Алиса и крепко сжимала мою ладонь Возможно, и почти наверняка это был сон Потому что из леса я не возвращался А проснулся дома в кровати обыкновенным утром С чаем и таблетками Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам Когда важнее было чувство полета Приятного полета Знание о том, как его висеть над пиками величественных сосен И скалиться на луну Ну чего? Че-че? Пока ты носом клевал, Катька пропала Хуя себе, блять Хм Сот как рукой сняло Я недоверчево нахмурился Как пропала? Будь не может Реально Смирнова Катя 12 лет К слову Была одетна Вязаную шапку с помпоном Белый шарф и перчатки Носит резинку для волос в виде земляники Спасибо, вы прошли третий эпизод Визуальной новеллы Зайчик Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру На раннем этапе разработки Все собранные средства будут направлены в продолжение игры Че, все? Это что, все? А че так мало, блять Я нихуя не понял Не, как бы я понял Я много чего понял Но при этом я нихуя не понял Возможно, возможно Это все большой обман Меня просто хочет трахнуть Автор игры Ну, короче, блять, не Игра прикольная, пиздец Я жду, когда выйдет четвертый эпизод